ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда Некровижн пытаются продать игроку, его рекламируют как боевик от создателей Пейнкиллер. Но при этом разработчик The Farm 51, а вовсе не People Can Fly. Что это за люди? Ранее они действительно принимали участие в работе над проектами серии Пейнкиллер, в частности, создавали уровни и текстуры для продолжения Battle Out of Hell. Также можно отметить их работу над моделями, текстурами и шейдерами для Medal of Honor Elite Assault. Словом, Некровижн — это их первая попытка создать серьезный сольный проект. Ну что же, посмотрим, что из этого получилось. Покинув родное ранчо в Техасе, главный герой, зовут его Саймон Бакнер, направляется в Европу, где идут ожесточенные бои против Германии. На дворе — 1916 год. Саймон присоединяется к английским войскам, после чего познает на себе все прелести Первой мировой. Мрачные цвета доминируют с первых же кадров, а место действия по ходу игры плавно переносится в вымышленную реальность. Бороться вам предстоит сначала с солдатами Кайзера, потом с их восставшими трупами, и в конце концов с войсками тьмы, которые в разгар войны человеческой решили развязать на Земле еще и свою. Одна из ключевых особенностей местного боя — наличие комбо, специальных приемов в несколько ходов. К примеру, часто получается выполнять комбинацию «Звезда футбола», когда вы роняете противника на пол и добиваете ударом в голову, или же русская рулетка, которую эффектно завершает пуля. Продвигая проект, как боевик от создателей «Пейнткиллер», разработчики явно угадали с рекламой, но при этом совершили несколько досадных ошибок в самой игре. Да, здесь есть много оружия, стрельбы и врагов, но вот вместо полюбившегося драйва нам пытаются подсунуть совершенно другие идеи. Это невнятный сюжет с пластиковыми героями, которые сами не знают, чего хотят. То ли это попытка развеселить игрока анимацией, то ли навести на смутные рассуждения. Медленная перезарядка оружия, которое серьезно сбивает ритм вашего боя, длинные диалоги посреди битвы, неоправданно долгий процесс загрузки после каждой гибели. При том, что графика в Некровижен уже не самая современная, слушать одни и те же записки из дневника главного героя быстро надоедает. Сомнительно звучат постоянные комментарии мистера Бакнера чуть ли не после каждого убитого противника. И это при том, что до обаяния того же Дюка Ньюки мы ему далеко. Еще здесь есть застревающие в стенах противники, сценки, замирающие до нажатия Escape и регулярные вылеты из-за различных скриптовых ошибок. Письма и записки пестрят опечатками, впрочем, это уже к локализаторам. Что действительно удалось разработчикам, это эпизоды с полетом на драконе и поездкой на гигантской боевой машине. Ни пулеметы, ни ракетницы на борту робота не греются и не требуют перезарядки, поэтому весь уровень можно пройти, просто зажав обе кнопки мыши. К сожалению, удачных находок маловато, чтобы они смогли вытянуть на себе весь проект. Быть может, есть смысл подождать будущих творений от The Farm 51, если они, конечно, не уйдут с головой в мир карманных консолей. Субтитры создавал DimaTorzok